Да прибудет с вами Сила, друзья! Сегодня мы рассмотрим еще одну инопланетную расу из вселенной Звездных Войн, примечательная не тем, что имеет сквозное отверстие в черепе. Адариане – гуманоидная раса с планеты Адари во внутреннем кольце, хотя сами они не считают ее изначальной родиной. У Адариан жесткая социальная система. Средний рост около 1,7 м, цвет кожи – голубой или желтый. У Адариан вытянутый череп, образующий большую дыру. У них нет ушей, носа, но и головы покрыты множеством мелких волосков, чувствительных к звуку, а их кожа покрыта железами, через которые они чувствуют запах. Вместо губ у них острые костяные пластины. У Адариан есть надувающиеся горловые сумки, способные производить громкий звук, что помогает им в общении на больших расстояниях более 20 километров. Адарианское общество основано на жесткой кастовой системе, известной как Скрилл Сара. Верховным органом правительства является зал решений, в котором верхний уровень общества имел абсолютный контроль над низшими классами. Управляя корпоративным правительством, Адарианцы хвастались, что их общество никогда не страдало от гражданских войн. У Адарианцев имеется уникальная передовая технология на основе углеродного льда, которую они разработали до контакта с Галактической Республикой. Их родным языком был Адаресия – письменный и разговорный язык. Разговор на галактическом базовом стандарте является трудным для Адарианцев и чувствуется тяжелый акцент. Существует соглашение о присвоении имен Адарианцам, включающие имя и фамилию, например, Адора Бильдун, Денка Мелру, Луру Тенефор и Еру Микель. Обнаруженные около 25 тысяч лет до Явинской битвы, Адарианцы быстро стали государством, входящим в Галактическую Республику. Оставаясь верными республике после войны клонов, планета купила нейтралитет во время Галактической Гражданской войны, снабдив Галактическую Империю обширными ресурсами и сохранила место в Имперском Сенате. Живущие в непосредственной близости от Донтуина, Адарианцы приветствовали изгнанных джедаев и солдат Повстанческого Альянца, заработав в своей планете Адари репутацию планеты Приюта. Прибывая вне галактических дел, планета была присвоена Великим Адмиралом Трауном во время его кампании против Новой Республики. Когда остатки Империи были окончательно изгнаны из ядра, Адарианцы присоединились к Республике, только чтобы быть отрезанными от вторжения Южин-Вонгов в 26-м году после Явинской Битвы. Когда Республика вернула Корусант и стала Галактическим Альянсом, Адарианцы снова быстро вступили в него. Оставаясь в нейтральном будущих войнах, родной мир Адарианцев был частью Галактической Империи Дарта Крайта на 137-й год после Явинской Битвы. Большинство Адарианцев, действующих в Галактике, являются разведчиками под руководством горных корпораций или правительства Адари, ища планеты, богатые минералами или луны для эксплуатации. В то время как высшему классу не нужно покидать мир, некоторые люди низшего класса отказываются от своего родного мира в поисках лучшей жизни. Принимая работу контрабандистов и вступая в преступные организации, Адари также находят работу на более престижных должностях. Один Адарианин служил младшим офицером в Вооруженных Силах Республики в битве под Себадоном во время Холодной Войны. Один из представителей расы должен был появиться во Дворце Джабы в Возвращении Джедая. Его облик выше груди был проработан и изготовлен, он получил прозвище Дырка в голове. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект. Субтитры создавал DimaTorzok